Барак Обама подкинул республиканцам еще один, причем весьма неожиданный повод для бурного негодования. Американский лидер, сегодня ему исполняется 50, попросил в качестве подарка на юбилей денег для своей предвыборной кампании. Все прошло в Чикаго, где президент на день раньше срока начал отмечать день рождения. Празднование продолжится и сегодня. Впрочем, как убедился Алексей Веселовский, беззаботными они будут едва ли. Я хочу спросить совета у всех сидящих за столом. Насчет моего юбилея, дата ведь солидная, ладно? Что ответили коллеги, осталось за кадром официальной хроники, но это и не столь важно. Идущий на второй срок Обама обставил свой день рождения с политическим потекстом. Из Вашингтона он отправился не на Гавайи, где родился, а в Чикаго, где родилась его политическая карьера. Да и полетел он не столько для того, чтобы послушать здравицы в свой адрес, а чтобы собрать деньги на собственную президентскую кампанию. Конечно, день рождения, да еще юбилей как нельзя лучше подходят к такому случаю. Вместо подарков входные билеты от 50, что символично, до 36 тысяч долларов. За 50, правда, можно было просто постоять в уголке посмотреть. За 36 тысяч поужинать рядом с президентом. А развлекали публику Дженнифер Хадсон, Херби Хэнкок и чикагская группа ОКГО. Республиканцы уже возмутились. Только что дело едва не дошло до технического дефолта, а Обама устраивает званые вечера. Первому чернокожему президенту США 50, а его рейтинги теперь даже не дотягивают до этой цифры. Сейчас его работу положительно оценивают 43% американцев. Он получил Нобелевскую премию мира, хотя войны, которые обещал закончить, до сих пор идут, и к ним еще добавился конфликт в Ливии. При нем уничтожили Бен Ладена, но угрозу терроризма это не решило. Вообще, из того, что он обещал, выиграв президентские выборы, немногое сбылось. И он заметно посидел за эти три года в Белом доме. Дочери говорят, что это делает меня особенным. А жена Мишель утверждает, что он старит. Зато теперь вряд ли кто его упрекнет, как три года назад, что у него нет политического опыта. Лучшим подарком к своему юбилею Обама назвал принятый два дня назад закон о повышении планки госдолга. Не до романтики. Праздничный вечер в Чикаго принесет в предвыборную копилку Обамы свыше двух миллионов долларов. Тоже неплохой подарок. А затем Обама вернется в Вашингтон и отметит день рождения уже в кругу своей семьи. Алексей Веселовский, Североамериканское бюро НТВ.